Всем привет, я Александр Гущин и с вами проект Киновости. Сегодня реально Киновости. Новости с фронтов работы над продолжениями Аватара. По словам режиссера Джеймса Кэмерона, разработка трех сценариев грядущих картин потребовала гораздо больше времени, ну или быть может бабла, чем это предполагалось ранее. И только именно поэтому премьера сиквела вновь переносится на год вперед. То есть на 2017. Ну а там не за горами возвращение Кэмерону всех прав на Терминатора. Да, необычный бы получился кроссовер. Лучше, чем Гриффины с Симпсонами или даже лучше, чем Симпсара. А нет, не лучше. В интернетах появился достаточно любопытный слух, что предельно художественный фильм Бэтмен против Супермена могут разделить на две части. Извините за нескромный вопрос, но это как? Ладно, там скатившиеся поттеры, недокатившиеся сумерки и прочие негодные игры. А тут еще и выясняется, что Аффлек с Суперменом располовинится. Вывод? Наверное, сначала выйдет фильм Бэтмен, а потом Супермен. Или сюжет настолько насыщен персонажами, что требует больше экранного времени. Или, быть может, работа над сценарием требует гораздо больше бабла. То есть времени, ну прямо как у Кэмерона. Кстати, у Мстителей Эра Альтрона совсем недавно вышел новый трейлер. Ух, как пытаются показаться брутальными ребята из Марвел. Прямо не щадя зрителя, льют на экран мрачные тона. Прямо не трейлер, а триллер. Кстати, вы не подскажете возрастной рейтинг у этой картины. Также стоит отметить более раннюю примеру тизера фильма «Человек-муравей», которая вызвала в интернете бурную дискуссию. Ну как бурную? Примерно такую же унылую, как и сам тизер. Скотт, я прошу тебя стать человеком-муравьем. Откровенно буду надеяться, что в самом фильме настроение будет немного иным. Ну а пока, наверное, это сравнимо с Халком 2003 года. Мягко говоря, не фонтан. Один вопрос. Может, ими все-таки сменим? Да, интересно, а кто будет антагонистом? Человек-муравьед? Ну вот, кто по-настоящему брутален, так это Майкл Киттон. Художественный фильм «Бёрдман», как бы не слабо намекая на фильмографию самого актера, заграбастал себе уже два золотых глобуса и, соответственно, номинирован на Оскар в категории «Лучший фильм». А некоторые до сих пор спорят, кто же на самом деле был самым крутым Бэтменом. Думаю, ответ очевиден. Ты смеешься, что ли? Кристиан Бэйл? Кристиан Бэйл? Майкл Киттон, вот кто мой Бэтмен. Где она? А у Майкла Киттона Бэтмен такой «Эй, я Бэтмен». Нет, эй, я Бэтмен. Нет, друг, нет, Бэтмен, это я. Или не очевиден. Эй, вы серьезно? Или фильм снимаете? Фильм! Засранцы вы все! Из крайних ролей актера Майкла Киттона можно выделить ремейк «Рыбакопа» 2014 года как пример крайне отрицательный и участие в фильме «НФС. Жажда скорости» как пример весьма положительный. Но там у него была такая роль, как будто он просто дома из скайпа не выходил и его засняли. Кстати, про скайп. Компания «Базилевс» Тимура Бекмамбетова в содружестве с телеканалом MTV выпустила трейлер триллера про скайп. Российская картина режиссера Андрея Звягинцева тоже может похвастаться золотым хотел сказать Атласом глобусом и номинацией на Оскар в категории «Лучший иностранный фильм». Но в данном случае можно порадоваться только лишь одному, что всякие бандерчуки и Михалковы сейчас, наверное, кусают локти. Я, как и, наверное, большинство из вас, эту ленту уже отсмотрел. И помимо большого количества положительных моментов у меня есть огромный, огромный ряд претензий. Но о которых мы поговорим как-нибудь в следующий раз. Стоит проанонсировать, что вас ожидают отдельные эфиры про Оскар, скорее всего, «Золотую малину» и прочие левиафаны. Не знаю, как все это будет выглядеть, возможно, даже в рамках прямых трансляций. Питьевая вода «Давай лайма». Неофициальный спонсор трансляции и вручение премии «Золотая малина». А на сегодня это все. Я Александр Гущин и это был проект Киновости. Подписывайтесь на канал «Давай лайма», также на мой канал, ссылку на который вы найдете в описании. Ставьте большие пальцы вверх, комментарии вниз, а этот видос добавляйте к себе на стенку. Увидимся ровно через неделю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Это меня извините за выражение. Зрители льют на экран мрачные тона. Нехватка бабла, нехватка времени для работы над сценарием. Ну, как у Кэмерона. Российская квартира... Квартира. Кстати, если вы подпишетесь и поставите лайк на канале «Давай лайма» и на моем канале, то в мире будет грустить один Бондарчук и один Михалков. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok